Убили же Немцова там, а тут-то же не убили, да, отравили. Ну, отравили и отравили, и слава богу, что не умер, да. Объектом этих атак могут быть и уже лидеры крупных стран. В конце всегда так, что они хотят показывать, что вы дурак. Продолжается обсуждение отравления Навального. Как я здесь предупреждал, что, конечно же, это такая большая спецоперация. Теперь все согласны с этим, что проведена просто гигантская спецоперация, чтобы добиться того, чтобы этот Навальный был отравлен таким образом, как он был отравлен. Конечно, что значит вот такая крупная операция, спецоперация, конечно, спецслужб России. Но это значит то, что идет одновременно огромное количество операций прикрытия. Такие дела не делаются таким образом, чтобы не было бы возможности сопутать противников, сопутать какие-то там западные страны и так далее. Конечно, все это делается одновременно. И у вас не должна быть здесь иллюзий. Поэтому, конечно, вопрос о том, был ли это паевое отравляющее вещество, с чем отравили этого Навального, новичком или нет, здесь я призывал быть точно осторожным. Потому что это может быть провокация, что это не новичок, с которым там отравили этого Навального, а с чем-то другим, но просто путают, просто дурят немцев или еще кого-то там, где-то там рассыпая еще миллидозы этого новичка где-то. Вполне обычный стиль работы российской спецслужбы. В конце всегда так, что они хотят показывать, что вы дурак. И, конечно, поэтому мы должны быть очень осторожны каким-то категорическим утверждением. Понятно, что Навального отравили, и по всему его отравили боевым отравляющим веществом. Но был ли это новичок, это совсем другой вопрос. И здесь еще надо изучать, изучать, что это на самом деле все-таки было. Но главное здесь, на которое обращают внимание, что использована рапина для лечения Навального, что, конечно, не всегда это используют. Не при каждом яде или по его отравляющим веществом. Поэтому здесь надо быть крайне осторожным, чтобы поддерживать категорическое утверждение немцев. Людям, конечно, это может кажется очень сложным. Почему мы вообще обсуждаем это. Понятно, что его отравили. Но просто это очень важно, потому что Россия сама хочет вести какую-то очередную пропагандистскую войну Западом по поводу этих всех вещей. спорить там и показывать, какие эти люди из западных правительств, какие они дураки и так далее и тому подобное. Высмеивает эту ситуацию, сеет просто недоверие. Ну, для того, чтобы как бы снизить остроту этой событий, отравление Навального. Но, конечно, можно там полтать много по поводу того, что Навального погубила и диета. Это главная версия российских СМИ. Да, диета довело до Навального такома. Ну, еще там, там, а диабета уже не говорят. Диабета у него не было там, да, но вначале даже это как бы хотели использовать. Но бесконечно такое фанатирование всяких там несуразных идей по поводу отравления Навального. Но, конечно же, мы должны concentрироваться на главную. Нет сомнений, что Навального отравили боевым отравляющим веществом. Это, во-первых. Нет никакой сомнения, что этого боевого отравляющего вещества было использовано в томском мирном городе, где живут бедные люди, где нет никаких военных действий, даже никаких демонстраций или что-то такое. Но, как бы, российские какие-то там деятели решили, что надо вот именно боевым отравляющим веществом отравить этого Навального, а значит поставить под угрозу и жизнь других жителей города Томска, мирных жителей города Томска, которые, казалось бы, тут вообще ни при чем. Это, конечно, скандал. Это даже по российским меркам трудно объяснить. Это уже рязоцкий сахар. Еще хуже, чем рязоцкий сахар. Сахар-то этот боевой получили, и ничего не случилось. А что касается боевого отравляющего вещества, этого боевого отравляющего вещества все-таки нашли и тут, и там. И там какие-то действия, чтобы изолировать людей от этой гадости, как бы происходило в Томске. Так что, как бы, тут больше, тут больше. Все-таки реально была опасность для жизни жителей Томска. Поэтому на это, и прежде всего на это, надо обратить внимание, что это безумное действие со стороны Путина, что он дал согласие на проведение такой операции. Понятно, что эта операция проведена в связи с тем, что Навальному удалось поссориться золотом командующим Росгвардии. И, конечно, это был триггером всех этих событий. Конечно, понятно, что это была месть. Это не было операцией для того, чтобы уничтожить Навального, а чтобы вредить ему, вредить ему его здоровье, чтобы этот вред остался бы на всю оставшуюся жизнь. Но именно месть. Но понятно, что многие интересуются. А что дальше-то? Но дальше, видите, есть какие-то обстоятельства. Люди требуют, чтобы Путин был, скажем, наказан, скажем, отменили его Нордстенд-2, там, политическое море. Германия очень борется за этот проект. Но вот отравление Навального также вело к тому, что все-таки серьезно обсуждается, чтобы этот проект все-таки закрыть, потому что безумным Путином вести дела нельзя. Но я в этом совсем еще не уверен. Вокруг этого разговора, но не видно, чтобы все-таки там какие-то активные действия были бы, чтобы закрыть этот проект. Пока только разговоры и политическое давление. Но по всем высказываниям Меркеля там звучит вот этот мотив, что да, очень плохо, что Навального отравили, ай-яй-яй, но диалог с Россией, с Путином надо продолжать. Вот это главное. Так что и даже это чудовищное событие уже руководителями крупнозападных стран введено, так сказать, на полку событий не очень важно, скажем так. Ну да, убили же Немцова там, а тут-то же не убили, да, отравили. Ну, отравили и отравили, и слава богу, что не умер, да. Но, конечно, такое отношение перед тем, что Путин, конечно, продолжает делать то, что он делает. Вы не можете быть уверены, что, скажем, сам Меркель не стал жертвой отравления Путина. Полте мог стать, и все проблемы здоровья, может быть, связаны с этим. Конечно, доказательств нету, но если вы даете как бы лидеру крупнейшей как бы европейской страны делать, что он делает, значит, он регулярно отравляет людей, самых известных как бы деятелей, то почему он не может это делать и руководителями западных государств? Сам-то он как бы очень защищается, чтобы его никто не отравил, но это ведет мысль, что у него, самому мысли отравить людей, которые ему там не нравятся. Ну, об этом очень много, конечно, и раньше было разговоров, список-то этих отравленок как бы длинный, но я говорю, что объектом этих атак могут быть и уже лидеры крупных стран. Так что все предупреждают, все говорят, но действий пока никаких серьезных со стороны западных стран по поводу этого события на самом деле нет. И, конечно же, понятно, что Кремль ждет, чтобы заменить вот это отравление Навального какими-то другими событиями, которые вытеснили бы это событие из медиаполя. Ну и сама как бы это событие вымирает через какое-то время, потому что там Навальный вышел из Кома, Навальный уже здоровый, едет к Альфорнию своей дочери, все в порядке. Как бы Россия его вряд ли ждут. Здесь, как вы слышали, уже делано несколько важных движений со стороны Пригожина, повара Путина, чтобы предавить Навальному какие-то большие счета, что он там должен по штрафам или каким-то судебным решениям, чтобы его и разорить еще, если он сунет нос в Россию. Но посмотрим, конечно, это, конечно, такое интересное, большое событие, которое будет иметь, конечно, последствия, несмотря на ничего. Одно дело отношение крупных сападных стран, другое дело, конечно, отношение самого российского общества. И здесь, думаю, это отравление все же никуда не исчезнет, а остается тема разговоров еще и не на один год. Вы смотрите АРУ-ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова АРУ-ТВ